всем привет ребят ну что сегодня у нас будет очередной обзорчик на топовых героев именно в дефе на атаку я вам показывал топовые дамагеры возможно еще сделаю на сегодня у нас будет именно т.ф. мы выберем топ-10 дагеру есть разные есть герои которые себя отхиливают есть герои которые имеют встроенный дав можно сделать с любого героя с помощью со каменки там и новые соски чарки сделать топовый дав с любого героя и он будет реально тащить то есть такая вот сборка там например поле conviction здесь она называется вот bigfoot примеру которого я показывал 1313 просто нереально его убить не могут и он просто обалденный тащит то есть мы сделаем топ-10 героев которые несмотря на вот эти вот чарки несмотря там на разные вещи именно актуальные топ-10 актуальных танков то есть героев которые могут тащить держать и конечно вы же сразу подумаете кто же это может быть и потому что есть герои которые имеют встроенные ограничения соответственно они тоже танки чем фрайане танк да у нее жизни мало но но определенной прокачки с определенными именем она самый обалденнейший танк я вас вам не раз показывал ее уже на битве гильдии на атаке фартов то есть зависимости от того где вы используете есть варианты в дефе конечно же есть варианты в атаке то есть в атаке можно поставить утекание она будет держать урон то есть почему не танк танк это не означает что у нее там например со стоит или каменка и все это уже там на это влияет очень много факторов в жизни только герой какие иммунитеты он имеет то есть факторов очень много возможно я кого-то пропущу но варианты есть очень разные и мы сейчас начнем с самого начала и будем постепенно отсеивать меня там еще к сожалению некоторых героев нету я их не докачал с обычных ну там сразу говорю там танков мига нет поэтому не особо надейтесь так ну что поехали атлант да вот вроде казалось бы классный герой и я вам показывал атланта и действительно с атланта можно сделать танк я даже вам сейчас просто сразу покажу каким образом но это не означает что герой обалденный танк так где там берем sacred light со делаем так вот сделали максималку вместо выживание можно ставить каменку и поставили ангелы все вот у вас готовый танк скажете чё за фигня щас вы увидите как он будет обалденно танчить так это не тут тут им так где тут тот им которым не надо вы чё издеваетесь вот здесь здесь а он блин вот видите какая за пара так вот смотрите сейчас просто поставим его и так чтобы вы понимали то есть такой сборки любой герой будет танком на это не означает что герой будет универсальным ну вот что вы на это скажете как это назвать не танк танк добежал добежал фрей не убила не убила смотрительно дамажил пофиг тащит 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 танчит имеет встроенную отражалку то есть урон по нему не проходит почему бы и нет но мало кто такого будет атланта делать вот посмотрите чуще сделается сто сорок девять к там еще и можно чару нормальную поставить вообще будет огонь чапусь он подойдет ковнику часа видите как атлан просто угорается огника они вогни то этого некраса ну вроде как бы и танк седана он себе сама урон наносит неплохой по 700 к 13 седана смысл 13 вогни какой смысл но смотритель пробил то есть вроде как бы и танк ну я бы не назвал эту сборку точнее этого героя универсальным танк потому что мы будем именно их искать так окей хватит балаболить поехали горгул однозначно до встроенный дополнительное дополнительное понижение при включении скилла танк обалденный купидон можно даже вот так же как и атланта кто смотрел атаку фарта в прошлую там и купидон просто трешевал дрейк как вариант я вам скажу да потому что при определенной сборке у него тоже есть понижение он может нормально держать урон но опять же это пока мы будем выбирать топ-10 череп раньше был классным танком почему потому что ограничение было сейчас него это снимают и у меня настолько актуален такс аналогично стрелок имеет тоже встроенное ограничение которое с срабатыванием скилла уменьшает входящий урон одержимый вроде как бы да ну пока нет давайте так его пропустим опять же почему нет отхил есть дамажить но опять же он не настолько танк классный так франки дерево дерево кстати вот кто смотрел я показывал обзор а дерево тоже тащит рину седнушка но на себя отхиливает они настолько я бы не сказал ребят он не универсальный папашка аналогично убивается очень легко хотя 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 нас тоже имеет но опять же скилл у него срабатывает не очень часто ног танком можно его тоже отнести такс да можно многие герои назвать танком при определенной сборке на я вам показываю именно тех кого я юзаю в первую очередь по локациях там где надо выдержать много урона то есть вот этих всех героев при определенной прокачки они более универсальные будут так огник да это танк ребят понижение ограничения это уже танк однозначно махатма либо на дав либо с утеканием она будет очень круто держать урон и вытаскивать в локациях ну ледяного я бы не назвал танком трифит нет но это самое самое обалденное наверное на сегодня это роза потому что она очень универсально не поленитесь найдите видос посмотрите ее на максимальной сборке у меня просто бомбическая получилось не знаю больше таких как она я бы не сказал что у нас пока есть так ну командора я бы не сказал свалим тоже нет рон принципе принципе как бы это асура не особо танк то и хрона я он до хроном раньше танчили это ну это немножко не то а теперь отсюда будем отсеивать скажем таких не особо кого я допустим не использую кого можно использовать это горгул да на сегодня хотя в классной сборке он актуален но во первых он очень медленный и нет у него столько есть иммунитет к стану но я не знаю его последнее время не юзаю капитан дрейк однозначно выбираем потому что я его использовал раньше ну я его использую наверное какие многие из вас на битве гильдии в роли танка он станет да можно смотря против кого ну в основном не настолько универсальный анубис обзорчик на него я вам показывал с одной стороны да с другой стороны хотя он даже будет получше наверное чем дерево ну дерево опять же из-за сборки я вам показал тащит так ну отсюда 1 убрать знаете в плане если так разобраться в плане универсальности в плане всего я бы я бы я бы наверное убрал рынке потому что он знаете такое на битву гильдии на по локации ну там будет немножко тащить не то а вот это вот для меня десятка но это десятка которую можно качать смело как танка и использовать на по локации но опять же учитывайте то что если у вас есть танк это не означает что он будет там держать очень много урона и он вытащить все даже на максимальной прокачки есть такое понятие как смотритель я вам уже не раз показывал будет у вас обычный герой будет у вас 20 30 прорыв смотрите ли пофиг он наносит процентуальный урон то же самое есть герои которые наносят процентуальный урон от максимальной жизни это та же самая как это роза вылетела с башки папашка то есть он наносит процентуальный урон и вы никуда от этого не денетесь есть фрея которая может убить то есть тут от этого никто не защищен давайте так теперь по порядку горкул в принципе он командный герой он дает еще от хилл дают дав поэтому однозначно он входит в десятку стрелок то же самое он забирает энергию имеет встроенное недомогание по сути режет от хилл противника также имеет встроенный до классно классно рину от хилл урон по зоне забор энергии универсальный универсальный big food заморозка иммунитет к стану во время срабатывания скилла то есть от хилл тоже классный по башка процентуальный урон стан понижение универсальный 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 огни к снятии бафов обалденнейший урон то есть добавь на входящие урон ограничения от хилл ну тут не чему сказать донатный махатма забор энергии понижение скорость атаки обалденная ну тут тоже его мне один раз показывал роза аналогично от хилл то есть куча всего процентуальный урон дэв анубис куча целей офигенный урон процентуальный урон опять же тоже за него забыл сказать у него не такой процентуальный как у этих дэв то есть иммун к молчанке ары если он апнется ну и фрая конечно это имба тут даже ничего нечего рассказывать то есть это для меня вот на сегодня самых таких топ-10 востребованных героев которых можно качать и которых вы будете использовать возможно отсюда выкинуть горкула так как он уже не настолько актуально многие выписывают но в некоторых ситуациях он реально затащит и я постараюсь вам показать на следующей петре гильдии топовый давный вариант героев с максимальным отхилом с максимальным давом как они будут выдерживать тактику в лоб если конечно будут хорошие противники принципе все но мы забыли о самом главном ребят самый главный хренба это бочка у бочки тоже встроенной на двенадцатом скилле у меня правда здесь бочки нет она на на десяточки будет упал один как бы сказать что да он топовый у него кроме дафа ничего по сути нет он классный даун на скилле имеет если он включится опять же 95 процентов то есть тут мега круто все ну он не универсальный такс бочка . имеет понижение тоже и самое интересное на одиннадцатом двенадцатом 20 тысяч на тринадцатом пятнадцать тысяч то есть как фрея по сути плюс еще входящий режется ну то есть такая бочка я показывал посмотрите ей можно на битве гильдии при определенной ситуации просто чисто питомцем сливать противников точно так же как и фрей в принципе все вот такой вот обзорчик пишите в коменты что вы думаете лайки репостики как обычно всем удачи всем пока